Свиток Торы, узбекский национальный костюм и книги на татарском языке. Такое необычное сочетание экспонатов кировчане смогут увидеть в диораме. Сегодня там прошло официальное открытие выставки «Все мы. Россия». Тему продолжит Анастасия Шерстнёва. Вот этот конкретный свиток он сделан из папируса вручную. Папирус собран. И текст написан тоже вручную. Причем пергаменту уже больше сотни лет и написан он на древнееврейском языке. Свиток Торы – это главная еврейская книга. Такой свод законов и правил жизни поясняет Алла Новикова. Здесь же есть национальный костюм народа, предметы, которые используются в ритуалах и книги о традиционных праздниках. Еврейская община в Кирове представлена широко, говорят организаторы выставки. Здесь живет больше тысячи человек. Мы все вместе образуем группу евреев, которая старается сохранить свои традиции. Мало того, что просто сохранить, занимаемся с детьми и так далее. Кстати, здесь на выставке представлено очень много поделок традиционных еврейских, которые делали наши дети сами, вот кировские, уже современные маленькие евреи. А Герман Анисимов решил рассказать о марийской культуре. В диораму он пришел в традиционном костюме и заодно поведал о своем хобби – плетению из лозы. Новый хау, как говорят, новый вид, значит, я решил вот такую корзиночку сделать. Сначала я делал с одной, со складной ручкой. Она как-то не так держится. А сейчас вот решил попробовать с двумя. Она уже все, фиксируется. Проект «Всем и Россия» уже традиционный. Ежегодно в музее открывается выставка, посвященная национальностям, которые встречаются на территории Кировской области. Всего их представлено семь. Причем у каждого народа можно изучить костюм. Кукол здесь облачили в национальные одежды. Русские, татары, марийцы, евреи, узбеки, азербайджанцы, армяне. В этой выставке вот эти люди участвуют. Здесь есть очень редкие предметы из фондов Кровеческого музея. Вещи и предметы, которыми пользуются и в настоящее время. Посетить выставку можно до конца февраля. Вход бесплатный. Анастасия Шерстнёва, Александр Брызгалов, Бюро новостей Дайвича.